Народ готов сплотиться и, если надо, даже и вооружиться и выгнать врага с нашей земли. Мы уже победили. Мы уже показали всему миру, что Херсон – Украина. Мы сорвали фейк России о присоединении Херсона к России, потому что была подготовлена программа, уже снято видео о том, что здесь херсонцы просят создание ХНР. Нас боятся. Мы поставили защиту. Я когда был там с солдатами, я разговаривал, они реально перепуганы. Я говорю, какой приказ? Если вы пойдете на штурм администрации, мы будем стрелять. Я говорю, ну ты же военный. Ты знаешь, ты пол рожка выпустить не успеешь. Говорю, пять тысяч вас просто сметут и порвут. Я говорю, тебе не страшно? Молчи. Страшно. Страшно, они боятся. Фашисты! 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 Они реально знают, что народ не остановил. Филерский на войне! Фашисты на войне! Люди реально боятся и я боюсь. Никому не верьте, что мы не боимся автоматов, которые стреляли нас. Мы не боимся провокаций. Боимся. Здесь собрались те люди, которые готовы действовать. И чем больше их будет пугать, тем больше они будут действовать. Мы готовы к любым абсолютно сценариям или противостоять любым сценариям России. Это страна с огромной перспективой. Этот народ очень сильный. Этот народ интеллектуально развит, умный, энергетический, духовный. Вот нас, единая, свободная Украина! Вот нас, единая, свободная Украина! Вот нас! Потому что все эти ситуации на самом деле сплачивают людей, объединяют, создают некое такое коллективное сознание. Да, вы видите, вот это коллективное сознание. Его уже ничем, ни смуточи, никаким образом не разрушат. И это народ делает богатым и сильным. А потом это состояние веры, силы распространится. Но оно уже, вы видите, как распространяется на весь мир. И все люди говорят, мы хотим быть как они. Мы хотим вот таким народом быть. Мы даем людям силу и надежду. Поэтому ждите. Вас ждут перемены во всем мире. Весь народ каждой страны скажет, мы хотим быть свободны, решать, как нам жить, решать, кем мы хотим быть. И это приведет к хорошим переменам в мире.